Добрый день любители радиоуправляемых моделей. Продолжаем разбирать функционал передатчиков лейска i6 и сегодня завершаем разбор системного меню функции сброса передатчика на заводские настройки. Для чего это может быть нужно? Во-первых, если вдруг передатчик у вас сбойнул. Это бывает очень редко, но все-таки бывает. И сброс на заводские настройки частично помогает решить такие проблемы. По крайней мере если проблема программная, а не аппаратная. Если передатчик неисправен, тут уже конечно сбросами не обойдешься. Но тем не менее это первый пункт при каких-то серьезных проблемах. Попробовать просто сбросить, обнулить все данные в этом передатчике и попытаться заново настроить все модели. Ну и второй случай, когда это может потребоваться, именно сброс, полный сброс передатчика, это если вы аппаратуру продаете. Новому владельцу ваши модели вряд ли интересны, да и вам может быть не хочется какие-то свои настройки чужим людям отдавать, показывать. Чтобы не сбрасывать каждую модель отдельно, не настраивать потом, не нажимать кнопки много раз. Вот функция сброса на заводские настройки тоже в этом случае помогает. Итак, как делается сброс до заводских установок? Заходим в системное меню, прокручиваем его до конца и самый последний пункт, как видите, factory reset, то есть сброс на заводские настройки. Нажимаем ok, еще раз подтверждаем, выбираем yes, еще раз ok, подтверждаем. Все, сброс прошел. Происходит это все быстро на самом деле, просто обнуляется память на модели в процессоре аппаратуры и после этого пульт у нас становится полностью чистым. Все настройки, все что тут было, все у нас скинулось. Но надо сказать, что при заводском сбросе, после того как вы скинули все настройки, у вас теряются настройки моделей, но идентификаторы этих моделей остаются. Если приемник был привязан к первой настройке, то эта привязка у него так и осталась, она никуда не денется. Поэтому если меняете порядок моделей потом при повторной настройке, обязательно нужно будет по новой перепривязывать все приемники. Но это относится к приемникам нового типа. А в остальном сброс на заводские установки, он происходит очень быстро и без всяких проблем. можно посмотреть. Все модели какие-то пустые. Какие настройки тут были. Все 20 слотов, все 20 моделей полностью пустые. Вот так на самом деле несложно происходит сброс нашего передатчика. Как я уже сказал, при сбросе на заводские настройки у нас теряются все настройки, все триммеры, установки моделей, микшеры, все что вы там настраивали, все это будет сброшено на пустые значения, пустые строки. Но привязка приемников остается. Они остаются привязаны к тем же самым идентификаторам, тем же самым настройкам, которые были изначально. Поэтому еще раз повторю, что если будете перенастраивать модели заново, если будете менять их порядок в списке, то обязательно перепривязывайте приемники. На этом мы заканчиваем разбор системного меню. Сброс на заводские настройки был у нас самым последним пунктом. Еще раз повторим, что если вы хотите обнулить передатчик, то прокручивайте системное меню до самого конца и несколько раз подтверждайте, что вы действительно хотите это сделать. Три раза приходится давать подтверждение. Но на то он и глобальный сброс, чтобы относиться ко всем настройкам. Чтобы не было потери данных, не было потери уже настроенных моделей, не было случайных срабатываний этой функции, дается тройное подтверждение. Системное меню мы завершили. В следующий раз уже будем переходить к настройкам модели. Кто нашел что-то важное и полезное для себя в этом видео, не забывайте поставить лайки. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш форум, заходите в энциклопедию моделиста, где вы сможете найти ответы на многие свои вопросы. И, конечно, ждите наших следующих видео по изучению передатчиков ЛСК Е6. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова